РССИ БОКСИНГ ПРОМОШЕВСЯ РОССИ БОКСИНГ ПРОМОШЕВСЯ 13-й номер рейтинга WBC 14-й номер рейтинга IBF Чемпион WBC International И WBA Continental Чемпион IBF Балтии Непобежденный Мухаммад Якубов Мухаммад! 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 Рефери Ираклий Малазония На три года Джон Гемина старше своего соперника На 5 сантиметров ниже И легче На килограмм 400 граммов Гемина с запасом уложился в рамки первого полулегкого Первого легкого веса Мухаммад чуть-чуть превысил лимит Но бой не титульный, 8 раундов, поэтому есть определенный допуск Сразу идет вперед Мухаммад Мы видим, падь-то поджимает он своего соперника Остро, точно Я думаю, те из вас, друзья, кто давненько следит за турнирами РНК Боксинг Промоушенс Прекрасно знают, что умеет в ринге Мухаммад Якубов Это техничный, думающий, быстрый левша, с ударом И неприятный соперник для любого Впрочем, Джон Гемина опытен Относительно прочен И опа, хорошо сейчас слева попадает Мухаммад Якубов И Джон Гемина уже встречался с российскими боксерами Стоит вспомнить бой, который он закатил Денису Шафикову в свое время Да, случилось это в июле 2018 года Поединок Гемина против Шафикова Проигрывал техническим нокаутом в свое время Чемпиону мира в первом полулегком весе Мексиканцу Эммануэлю Наварете Ну, а в своих предыдущих трех поединках он одержал победы досрочно Да, из 20 побед 10 побед нокаутом Хорошо попадает Мухаммад Ходжан Якубов очень хладнокровный боксер Очень расчетливый Еще раз скажу Такой очень думающий Думающий в ринге Бьет зрячо Бьет быстро И может по ходу поединка Менять тактику в зависимости от действий соперника Гемина опытен В принципе удар у него есть И относительно прочен Да, Гемина сейчас взял паузу Начал защищаться Понимает, что не всегда он успевает Пропустил несколько ненужных для себя ударов Гемину И сосредоточен Сейчас сосредоточился больше на защите Еще один левый На встречу в корпус От Мухаммада Якубова Доходит до цели Удар! 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 Наша двойка от Мухаммада Удар такой чудесащитый Мне показалось Чуть-чуть даже попятился Филиппинец После этого удара Многое пока что Филиппинец позволяет Мухамаду Спокойно Спокойно Может Мухамад Подготовить атаку Спокойно Может прицелиться Филиппинец Дает ему это сделать Первый раунд, возможно, просто присматривается. Гемина специально снизил активность. Хорошие два удара пробивает Мухамад со смещением. Смещаться он умеет. Хорошая любительская школа. Вообще техничный, техничный, обученный боксер. Наверное, один из лучших боксеров в, так сказать, промоушене. В РМК боксинг промоушен. Еще раз скажу, вторая категория до 59 килограммов. Она вообще очень, так, сейчас насыщена в России. Второй раунд из восьми запланированных. В первом раунде, как мы уже и говорили, Мухамад Ходжа, в принципе, делал все, что ему хотелось. Он передвигался, смещался, чувствовал себя достаточно комфортно. Гемина пока взял небольшую такую пауну. Вопрос, не затянется ли эта пауза. А вот быстро сейчас, кстати, попал Гемина. Но, заметьте, успел немного оттянуться и вот так вот наказать в передней руке Мухамад Ходжа своего соперника. Ну, если все будет происходить так, как происходит сейчас для... Отлично попадает Мухамад Ходжа. Для Мухамада это, в принципе, удобный соперник, если он не будет ему навязывать свой стиль. Я про филиппинца. Дистанция, на которой работает Якубов, ему выгодна. Вот сейчас он как раз занял удобную для себя такую дистанционную позицию. И каждый удар чуть-чуть проваливает и отвечает, чуть-чуть проваливает и отвечает. Чувствует себя очень комфортно. И, в принципе, на этой дистанции безопасен филиппинец для него. Не опасен, да. Попытался был ограждаться филиппинец, но Якубов все видел, чуть-чуть сместился и встретил. Каждая такая успешная атака. Якубова очень активно поддерживается зрителями, мы слышим это. Не очень высокий тенд. И повторная атака от Мухамада. Другое дело, что здесь можно нарваться. Мы видим, да, что после удара его левая рука... Это нокаут, если не тяжелый нокаут. Нокаут, нокаут, да. Очень плотно, точно. Нокаут. Все, нокаут, да. Как говорит известный актер Александр Невский, вот так вот. О, там да, там даже не в печи, там по подсолнышку, по-моему, удар пришел. Я показал, как раз успевал даже вернуть, пытался успеть вернуть локоть правой руки на место, но четко ударил здесь Якубов и, в принципе, вопрос решен. Вот такая мини-матчевая встреча России-Филиппины 2-1 в нашу пользу. Но и сейчас главное, чтобы пришел в себя Джон Гимина, ему очень непросто. Но я надеюсь, что здесь в этом случае насилок не потребуется. Кстати говоря, по информации, которая к нам поступила, Михаил Алексеев пришел в себя, все с ним хорошо, будет жить. Ну что ж, наши поздравления Мукамаду Якубову. Вырубить одноударно такого стойкого парня, как Гимина, это определенная заявка. Вне всяких сомнений нам показывают филиппинцы. Вот пришел он в себя, наконец-то. Это очень, очень радует. В любом случае Джон достоин уважения. Но рефлексы ему не помогли. Мама расстроится. И она показывает еще раз этот момент, приведший к нокауту. Ох, ну еще раз, очень зрячий, очень зрячий пел. Нет, ну да, здесь, по-моему, все-таки в печень. По корпусу, не под солнышко. Да, четко по печени. Четко по печени. Ну что ж, весовая категория 59 килограммов в массы. И есть, и есть интересные ребята, которые могут о себе заявить. И Мукамад Якубов, безусловно, один из них. Друзья, мы ждем официального объявления победителя в этом поединке. Мы чемпионы, все впереди у нас. Всем спасибо. Уважаемые дамы и господа, аплодисменты бойцам! Итак, на первой минуте, 26 секунде второго раунда победу нокаутов одерживает по-прежнему непобежденный Мукамад Якубов! Ну что ж, еще раз наши поздравления победителю Мукамаду Якубову. Уважение Джону Кемина. И на этом заканчиваем прямую трансляцию из Екатеринбурга. Екатеринбурга.